Каковы основные направления вашей деятельности? Морально устаревает действующая система образования. Было ощущение, что мы стоим на месте. Выбирает любимчиков. Мы прописали философию. Проект «Живые стены». Ради чего он здесь? Раскрыть его потенциал. Зачем он приходит на работу? Правильно выбрали место для развития своих деток. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Семейном Клубе Мечта. Сегодня мы собрались здесь для презентации совместного проекта Семейного Клуба Мечта и компании Unknown Marketing под названием «Живые стены». Что это за проект? Какова его цель? Почему руководители Семейного Клуба Мечта решились именно сейчас на его реализацию? На эти, а также на другие важные вопросы для руководителей компаний я, основатель и руководитель компании Unknown Marketing Виктор Тереховский, буду находить ответы вместе с основателями и руководителями Семейного Клуба Мечта Светланой Селивановой и Ольгой Гаранжой. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Виктор! Добрый день! Расскажите нам про Семейный Клуб Мечта и каким образом вы пришли к идее создания пространства для развития личности детей? Создание Семейного Клуба Мечта началось со встречи двух мам и осознания того, что морально устаревает действующая система образования. На сегодняшний день в ней готовят специалистов, химиков, биологов, математиков, но не развивают личность. К сожалению, часто педагоги выбирают любимчиков и ставят на них ставки, при этом унижают большинство других детей. А это вызывает изначально уже неравноправие. Что же мы решили? Ольга Гаранжа и Светлана Селиванова. Мы решили создать альтернативную систему образования, которая будет направлена на воспитание личности ребёнка и реализацию его творческого потенциала. И начинать это всё нужно с того, когда ребёнок находится в утробе матери и продолжать всю его жизнь. Наш клуб начал свою деятельность 8 августа 2013 года. Мы были нацелены на то, что развивая личность, позволит нам вырастить человека счастливым, коммуникабельным, развить его творческие умения, раскрыть его потенциал, сделать осознанной Личностью во благо людей. Наши уроки, наши программы, игровые пособия — это всего лишь инструмент. Всё остальное идёт от сердца к сердцу. Я знаю, что одним из основных и наиболее важных направлений работы для вас, как для руководителей, основателей компании, является развитие вашей команды. Поэтому нам очень интересно узнать, каковы основные направления вашей деятельности в аспекте развития педагогов Семейного клуба «Мечта». Да, Виктор, действительно, образование, воспитание, развитие нашей команды является приоритетным заданием для сооснователей «Мечты». Почему, собственно, понимать, мы приняли такое решение и уделяем этому вопросу особое своё внимание? Семейный клуб «Мечта» начался как компания, которая родилась с нуля, но благодаря объединению сооснователей компании. Сплотившись вокруг идеи разностороннего развития и образования наших детей, воспитания их личностями, мы всю свою энергетику направили на создание этого клуба. Именно это помогло нам расти и развиваться. Но в какой-то момент времени мы как будто остановились. Было ощущение, что мы стоим на месте и нет движения вперёд. Все наши начинания так или иначе сводились на нет. Тогда мы приняли решение, что нам нужно инвестировать и средства, и свои ресурсы в личное бизнес-образование руководителей. Именно это решение позволило нам посмотреть на свои действия как руководителей компаний и на свою компанию в целом, на те процессы, которые в ней происходят со стороны. Картина напоминала героев известной басни «Лебид, рак и щука». Я хочу отметить тот факт, что в «Мечте» всегда работали профессиональные педагоги, созидающие личности, которые вносят огромный вклад в развитие семейного клуба «Мечта» и очень хорошие люди, с которыми приятно проводить время. Но не было того связующего звена, которое бы помогло двигаться нам всем в едином направлении. Мы прописали философию развития нашей компании, но прописать мало. Было важно нам донести ее до людей, сотрудников нашей компании. С этой целью мы приняли решение создать «Университет мечты». Хочу заметить, что «Университет мечты» играл важную роль не для развития профессиональных навыков педагогов, для нас это очень важная ценность, но для того, чтобы способствовать личностному развитию каждого сотрудника компании, чтобы мы могли вместе создавать атмосферу созидания и счастья на территории нашего клуба. Отлично! Фокус на развитие команды – это залог долгосрочного развития компании. Проект «Живые стены» – в чем его суть? Почему вы решились на его реализацию именно сейчас? Проект «Живые стены» – это один из инструментов, которые помогают нам создать вовлеченные, увлеченные своей деятельностью, команду людей, сотрудников компании, которые сплотились вокруг идеи воспитания личности ребенка. Именно это мы положили в основу миссии нашей компании, ответ – ради чего создана наша компания. Но одной единой миссии было мало. Важно было еще создать систему ценностей, которая могла бы объединять наши различия. И проект «Живые стены» – это эстетический визуальный контент, который напоминает каждому сотруднику ежеминутно, ежесекундно, ради чего он здесь, зачем он приходит на работу. Это помогает направлять его мысли, действия и поступки. Также мы подумали о родителях, которые, приводя своих детей по нашим первичным наблюдениям, обращают внимание на миссию, ценности, кодекс чести и работы нашей компании. А это придает им уверенности в том, что они правильно выбрали место для развития своих деток. То есть проект «Живые стены» несет в себе не только командообразующую функцию для развития вашей внутренней команды, но и функцию позиционирования. То есть вы показываете и доносите до родителей, детей, которые к вам приходят, информацию о том, кто вы, согласно каких принципов вы работаете, и почему родители могут доверить развитию личности Семейному клубу «Мечта». Это супер! Давайте тогда выясним, почему именно сейчас. Ведь если мы помним, Семейный клуб «Мечта» открылся еще в 2013 году. Почему только сейчас вы решились реализовать этот проект? Наша команда на сегодняшний день находится в числе множества компаний, которые занимаются семейным развитием и воспитанием детей. И мы понимаем, что для реализации нашей миссии, всестороннее воспитание личности детей, не важны дорогие стены, суперские какие-то игрушки. А что важно? То, что на сегодня есть конкуренция? Да, есть, но она у нас присутствует внутри клуба. Каждый член команды гордится тем, где он работает и что он делает. На самом деле сейчас очень много открывается детских развивающих центров, семейных клубов. Если раньше можно было конкурировать, покупая мебель, игрушки, какую-то продукцию, то сейчас на самом деле человек выбирает человека. Ученик выбирает именно педагога. Именно человеческая ценность сейчас выходит на первый план. И именно наша команда семейного клуба «Мечта» является нашим конкурентным преимуществом на рынке города Харькова. Скажу честно, что данный проект действительно это своего рода новация. Новация почему? Потому что можно сказать о том, что вот такие же похожие визуализации контента делают и другие компании Харькова, другие детские клубы и так далее. Но принципиальное различие в том, что в вашем случае вы это делаете, скажем так, как визуализация, которая наслаивается на подготовку команды, на сформированную миссию, видение, ценности. И важно понимать, что в данном случае проект «Живые стены» работает для команды, помогая ей внедрять все то, что вы визуализировали, не только в свою работу, но и просто в жизненную ситуацию. Соответственно, я скажу честно, мы как компания, компания «Нон Маркетинг», мы бы не взялись за этот проект, если бы мы не знали того, что вы как основатели компании, что ваша команда работают, скажем так, на бэкстейже, на заднем фоне, формируя и внедряя всю эту историю. Поэтому сейчас было бы интересно узнать все-таки, что мы здесь с вами вместе создали и что вы нам привели небольшую экскурсию. С удовольствием. На самом деле мы визуализировали миссию нашей компании. Это ответ на вопрос, зачем мы приходим на работу, зачем создана компания. Наша миссия – мы воспитываем личности детей. Мы все разные, люди творческие, но должно быть что-то их объединять в различных жизненных, каких-то креативных, нестандартных ситуациях. Этим являются наши ценности. Наши ценности – любовь к детям. Все начинается с любви. Уважение, искренность человеческих взаимоотношений и профессионализм. Также мы визуализировали кодекс чести. Основными пунктами которого являются, что мы едины. Человек – главное богатство мечты. Мы новаторы. Мечта – это человеческая компания, которая благодаря творческому подходу педагогов помогает нашим детям разносторонне развиваться. Я смотрю на вас и смотрю на тот огонь в глазах, на тот задор, который у вас есть как у руководителей, основателей компании. Для того, чтобы реализовать все, что вы наметили. Поэтому логичным вопросом будет, каков ваш следующий шаг как команды. Мы будем продолжать внедрять в жизнь нашей семьи мечта, принципы и ценности нашей работы, что дает нам возможность уже сейчас расти и расти физически. Появляются новые филиалы семейного клуба «Мечта». И этот рост происходит благодаря сотрудникам нашей компании, которые принимают, разделяют наши цели, наши ценности. И мы их за это благодарим. Также мы выражаем огромную благодарность всем нашим сотрудникам за то, что они разделяют наше видение. И говорим большое спасибо всем семьям, которые доверяют самое ценное, что у них есть. Это их детей для развития и образования. Это замечательно. Вы знаете, в завершении нашей беседы я хочу поблагодарить всю команду семейного клуба «Мечта» за то, что вы решились и начали, и продолжаете делать то, что вы делаете. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нашли в себе силу, несмотря на кучу оправданий, которые вокруг нас, вырваться из этого болота посредственных детских клубов и стать принципиально иным пространством развития личностей наших детей. Я хочу сказать огромное спасибо всей команде и хочу пожелать вам всем вместе достичь намеченных вами целей и реализовать ту долгосрочную стратегию развития, которая у вас есть. Мы, как компания, компания «Нон Маркетинг», верим, что данный проект поможет вам достигать новых вершин, каждый год расти, и этот рост будет заключаться в том, что все больше и больше личностей будет появляться в нашем городе, стране, а затем и мире. Спасибо вам большое. Благодарим. Спасибо. 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 Спасибо.